Я поступил на меди и пиар. Я занималась IT-рекрутментом. Я закончил направление диджитал-маркетинг. Эти ребята уже сделали шаг в будущее. Они не учатся в технических вузах, но хотят развивать цифровые технологии. Образовательный проект Digital Camp от Mail.ru Group дал им такую возможность. Она есть и у тебя. Мы объявляем новый набор студентов и предлагаем на выбор 4 трека обучения. Диджитал-маркетинг, IT-рекрутмент, нестандартная реклама и спецпроекты, UX-исследования. Преподаватели Digital Camp – это сотрудники разных отделов Mail.ru Group. А значит, студентов ждет полное погружение в рабочую атмосферу и разбор реальных кейсов. Одним из семинаров у нас был, когда мы составляли практически письма реальным кандидатам. Кто-то составлял с ошибками. Благодаря интенсивной работе за три месяца студенты приобретают практические навыки, которые нужны работодателям. Нас обучили работе с различными рекламными площадками MyTarget, Яндекс.Директ, Google Ads и объяснили, в чем их разница. Вся атмосфера Digital Camp была такая, что мы придумывали, удивлялись сами своим решениям. Программа Digital Camp бесплатна и доступна для всех студентов, которые учатся на старших курсах и живут в Москве. 15 выпускников Digital Camp уже работают в Mail.ru Group. Если ты хочешь освоить перспективную профессию, быть частью крупной компании и развивать крутые цифровые продукты с многомиллионной аудиторией, подавай заявку на обучение до 6 марта, проходи отбор и начинай создавать технологии будущего вместе с нами. Итак, друзья, добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашем онлайн «Дне открытых дверей» образовательного проекта Digital Camp от Mail.ru Group. Вы смотрите прямую трансляцию из головного офиса Mail.ru Group в Москве на Ленинградском проспекте. И сегодня я, руководитель образовательных проектов Арина Мастиева, расскажет вам немного про то, что мы такое, что мы из себя представляем. А также вы сможете задать вопросы онлайн всем спикерам, которые будут рассказывать про наши образовательные треки. Давайте начнем. Итак, что же такое Mail.ru Group? Ну, начнем с того, что мы очень большие. И зачастую многим ребятам немного удивительно то, что в нашей орбите группы так много разных проектов. Мы рассказываем вам о том, что вы будете обучаться вместе с нами и работать в абсолютно разных проектов. От игровых индустрии до социальных сетей. Мы достаточно большая компания и развиваемся стремительными темпами. Нас уже больше 6 тысяч. У нас очень молодой средний возраст, поэтому мы ждем вас, ждем молодых специалистов и студентов вторшего курса. Средний возраст наших коллег где-то менее 30 лет. Ну и самое главное — это люди. Это интеллектуальный капитал. На долю Mail.ru принадлежит где-то 92 интеллектуального капитала доля интернет-компаний. Это говорит о том, что мы очень много вкладываем в наших людей и очень любим развиваться и расти, и растить будущих коллег. Мы обучаем порядка трех тысяч студентов в год на восьми образовательных проектах ведущих вузов России. Мы принимаем заявки от более чем трех с половиной тысяч студентов на наш проект амбассадора Mail.ru. Это, я надеюсь, вы слышали, это проект для ребят, которые будут амбассадорами компаний по всей России, будут рассказывать про цифровые изменения, будут рассказывать и нести наши ценности в своих вузах. Ну и, конечно, мы даже не забываем о школьниках. Более 18,5 тысяч школьников принимали участие в нашем образовательном проекте «День этих знаний», который проходил в октябре. Так что я надеюсь, что вы сталкивались когда-то с нашими проектами. Если нет, то самое пора. Мы достаточно давно уже в образовании, и на самом деле у нас есть много оффлайн-проектов. Это порядка семи проектов в вузах. В основном это проекты, которые открыты в Москве. И я предвкушаю ваш вопрос, почему это Москва, Питер, Пенза и Воронеж. Все очень просто. Мы открываем образовательные проекты и учим ребят только там, где наши офисы. Соответственно, если вы счастливчик и учитесь в одном из этих вузах на технической специальности, то вы можете попасть сюда. Но сегодня наш день и вся наша трансляция посвящена совсем другому. Это Digital Camp. Что это такое? Это образовательный проект, наш первый образовательный проект для студентов нетехнических профессий. Это говорит о том, что если вы живете в Москве или области, вы студент старших курсов, или для некоторых из треков вы уже выпускник и молодой специалист, и вы хотите попасть в Digital, вам интересно, вы хотите попробовать свои силы на один из наших треков, то welcome. У вас есть такая возможность. Стоит сказать, что это уже наш второй заход. И в прошлом году, в марте, мы также отобрали из тысячи заявок где-то около 95 человек, которые потом закончили наше обучение, и 15 из них устроилась в компанию. Чем отличаются наши образовательные проекты, наша уникальная вообще методика от других проектов? Начнем с того, что мы обучаем офлайн. Да, ну это так. Во-вторых, мы обучаем в офисе. Digital Camp будет проходить здесь, прямо в этой аудитории, где сейчас у нас трансляция. И если вы счастливчики, вам повезет пройти огонь, воду и медные трубы, и все тестирования, и попасть к нам, то вы будете здесь слушать тех спикеров, которые чуть позже выступят на этой сцене. Мы предоставляем возможность обучаться только у самых лучших специалистов отрасли. То есть те люди, которыми вы будете контактировать, это люди с очень высокой экспертизой, люди, которые непосредственно закрепили свое имя и свой авторитет в индустрии. И что самое важное, некоторым из вас, самым успешным и трудоспособным, мы попросим вас пройти собеседование, и, возможно, кто-то из вас попадет в нашу компанию и станет нашим коллегой в будущем. Собственно, чуть попозже мы расскажем о том, как прошел прошлый Digital Camp для студентов, и кто эти 50 студентов-счастливчиков, которые уже учатся, работают, вернее, у нас. Чуть подробнее остановимся на тех треках, которые есть сейчас. Итак, это 4 трека, как я говорила. И стоит сказать, что отличительная особенность — это то, что у нас проводятся занятия по вечерам в офисе, и для одного из треков мы приглашаем ребят, которые не только старшекурсники, но и, собственно, уже закончили. Что дает возможность, что дает Digital Camp для вас? Что это такое? Ну, это возможность попасть в IT, найти себя, найти свое место, узнать, что такое Digital. И вообще, в принципе, это очень круто, потому что, когда мы создавали этот проект, мы думали о том, что должна быть возможность зайти в индустрию не только ребятам с техническими специальностями, не только программистам, но и ребятам, которые верят, которые любят, которые хотят быть частью индустрии, которая очень быстро развивается, которая имеет большую скорость изменений. И мы хотим, чтобы вы знали, что такая возможность у вас есть. Да, конечно, будет тяжело. Я повторюсь, подать заявку вы можете на один из четырех треков, но только на один. И это очень важно, потому что если вы пройдете испытания дальше и пройдете на какой-то на два, то мы в любом случае попросим вас выбрать какой-то один, вы не должны занимать чужие места. Ну и, наверное, самое главное — это то, что вы сможете чувствовать изменения и влиять на проекты. На проекты, которыми пользуются миллионы людей, не только в России, но и в мире. И стать частью нашего большого комьюнити, нашей большой семьи. Я надеюсь, что вы выберете свой путь и придете к нам. Так что подайте заявку на нашем сайте, и мы ждем вас. А мы продолжим. Мир постоянно меняется. Мощнейшие потоки информации проникают во все сферы жизни современного человека, формируя наши новые привычки и потребности. Маруся, что такое Mail.ru Group? Сейчас расскажу. Mail.ru Group — это команда профессионалов в самых разных областях. Мы верим, что технологии и сервисы, которые мы создаем, должны менять жизнь современного человека к лучшему. Сегодня Mail.ru Group — это экосистема, в центре которой находится человек и его потребности. Ядро экосистемы — это пользователи наших продуктов, игр, социальных сетей и почты. Второй уровень — это наши технологии. Облачные решения, искусственный интеллект, большие данные, финансовые и рекламные инструменты. На внешнем уровне экосистемы — сосредоточенные сервисы, основанные на собственных технологиях. Электронная коммерция, B2B-решения, образовательные и медиапроекты. Объединяя пользователей и бизнес, мы создаем платформу для развития новых продуктов. Мы инвестируем в технологии, помогаем развиваться интернет-предпринимателям и ценим партнерство. Мы уверены, что технологии создаются и развиваются во благо общества. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Яна Морозова. Я директор по медиабаингу Mail.ru Group. Также я являюсь куратором курса по диджитал-маркетингу. Я хочу вам немного подробнее рассказать о том, что будет представлять собою наш курс. В первую очередь, я хочу вам сказать, что это пятый образовательный проект, который мы проводим в Mail.ru Group. Особенность этого курса заключается в том, что впервые мы решили объединить две специальности. Две наиболее востребованных специальности в диджитал-маркетинге. Это управление трафиком и управление рекламной монетизацией мобильных приложений. В этом смысле этот курс достаточно уникальный. Этот курс позволит вам познакомиться с рекламным рынком как со стороны рекламодателя, так и со стороны рекламных площадок. Наш курс состоит из двух блоков. Первый блок — это теоретическая часть. Теорию будут преподавать и также семинары вести у вас. Лекторы, которые являются практикующими экспертами из ведущих международных и российских компаний. Теория будет длиться два месяца. Все занятия будут проходить в вечернее время. Иногда занятия будут проходить по выходным. После теоретического курса мы отберем самых мотивированных и самых успешных слушателей на практический блок. Практический блок будет проходить в течение месяца. Пять раз в неделю в течение по восемь часов каждый день. Соответственно, я хочу обратить ваше внимание, что на данный курс мы приглашаем выпускников вузов, потому что совмещать такую интенсивную программу с обучением весьма и весьма сложно. Те же выпускники, которые успешно пройдут все испытания, сдадут все экзамены по окончанию практики, будут приглашены работать как в нашу команду, так и в компании-партнеры, среди которых, например, находится Алиэкспресс, а также наш инвестиционный игровой фонд МРГВ. Я немного вам расскажу о нашей команде, что она представляет, что представляет команда, которую возглавляю я. Это бизнес-юнит, который включает в себя несколько отделов. Один из них — это отдел офлайн-рекламы, который занимается размещением рекламы на ТВ, радио, в кинотеатрах. Отдел также у нас есть, отдел медиа-аналитики и автоматизации. Этот отдел занимается оценкой эффективности офлайн-компаний, также антифрод-аналитикой и автоматизацией рекламных процессов. У нас есть отдел клиентского сервиса, но в первую очередь сейчас мы рассматриваем будущих наших коллег в два очень важных для нас подразделения. Это подразделение рекламной монетизации наших глобальных проектов и подразделение диджитал-байинга или юзер-квизишена. И мы будем рады видеть вас в числе наших будущих коллег. Как мы представляем себе нашего идеального кандидата? Как я уже сказала, это выпускник вуза. Вам будет очень сложно совмещать учебу на нашем курсе с продолжением учебы. Поэтому будьте внимательны. Вполне возможно, если вы сейчас обучаетесь на старших курсах, и вам очень хочется попасть в Mail.ru Group, возможно, вам стоит определиться с другим треком. Обязательным требованием для участия в нашей программе является уверенное владение английским языком. Мы работаем с глобальными партнерами, мы работаем с глобальными проектами, и английский язык является рабочим для нас. Мы также всегда приветствуем кандидатов, которые свободно владеют китайским языком. И, конечно же, для нас важны аналитические способности, ваша мотивация, ваше желание попасть в нашу команду. Чем же хороша наша программа? В первую очередь программа разрабатывалась экспертами-практиками. Лекторы, которые приглашены для презентации, для занятий с вами, это практикующие эксперты. Это прекрасные, известные их специалисты. Мы также старались найти оптимальный баланс между теорией и практикой. И, разумеется, главное достоинство нашего курса – это очень интенсивный практический блок, где вам предоставится возможность работать в реальных рекламных кабинетах с настоящими проектами, с настоящими деньгами. И, конечно же, самое главное – это гарантия трудоустройства для всех успешных выпускников этого курса. Мы настолько качественно готовим наших стажеров, наших практикантов, что сомнений в том, что у них все получится, нет никаких. Наш первый выпуск в этом году будет праздновать свое пятилетие. Все наши выпускники работают с нами, они уже выросли, некоторые из них в других должностях, но, тем не менее, все эти люди в нашей команде. Вы можете подробнее почитать о нашей программе, о том, кто будет вести лекции на сайте Digital Camp, познакомиться с вашими будущими лекторами. И напомню, как будет происходить отбор на нашу программу, на Digital Marketing. До 6 марта вам необходимо подать заявки и пройти три этапа тестирования и конкурсных заданий, после чего финалисты будут приглашены на теоретический курс. И, как я уже говорила, после теоретического курса последует еще один отбор для того, чтобы попасть на самую важную часть нашего курса, на практику, на замечательный практику, после которого молодые ребята становятся молодыми, но очень достойными и качественными специалистами в области управления трафика и рекламной монетизации. Ну и, собственно, успешно завершив этот этап, вы сможете стать либо нашими коллегами, либо вы получите отменные рекомендации в нашей компании-партнеры. Спасибо большое. Буду рада ответить на ваши вопросы и желаю всем удачи. Яна, большое спасибо. У нас уже есть небольшие вопросы. Ребята, я очень прошу как можно больше вопросов присылать, потому что мы сейчас включаем трансляцию, и у вас есть уникальная возможность именно в прямом эфире задать вопрос. Итак, Ян, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какими видами трафика, наверное, человек ошибся, какие кабинеты мы будем использовать в процессе обучения? Лекция. Что касается теоретической части, то на наши занятия приглашены специалисты из Google, Facebook, Twitter, также лекции, большую часть лекций из MyTarget, и специалисты из Mail.ru Group тоже прочитают большое количество лекций по работе с разными площадками. Как правило, во время практических занятий мы начинаем изучать работу с рекламными кабинетами с MyTarget. Далее следует Facebook, Google. Ну, соответственно, в этом году мы планируем набрать практикантов более чем обычно, и вполне возможно, что мы скорректируем курс. Но в целом мы работаем со всеми ключевыми международными площадками и обещаем вас научить тому же. Спасибо большое. Еще один вопрос. Что является эффективным, какая реклама является эффективной для того или иного продукта? У каждого продукта, разумеется, есть свои KPI. Некоторые продукты, которые находятся в стадии роста, и для них очень важно нарастить долю рынка, они ориентируются на количество пользователей, на прирост аудитории. Продукты, находящиеся в более зрелой стадии развития, как правило, ориентируются на финансовые показатели, на возврат инвестиций, либо на стоимость конкретного пользователя, клиента и так далее. Еще вопрос по поводу тестирования. Зачем нужен английский язык и в какой объеме его нужно знать? Английский язык должен быть уверенным. Это уровень App Intermediate. Английский язык нам нужен затем, потому что мы работаем на глобальном рынке. Мы работаем не только с российскими проектами. Мы продвигаем и наши зарубежные проекты. И мы работаем с зарубежными партнерами. Соответственно, нам приходится общаться как письменно, так и устно с нашими коллегами. Многие материалы публикуются только на английском. В общем, английский язык для нас — это рабочий инструмент. Отлично. Ребята, нужно срочно его подтянуть, потому что тест сложный. И вот как раз вопрос по тесту. Насколько сложным будет прохождение теста, и какие материалы можно уже поизучать, чтобы их пройти? Для того, чтобы пройти тестовые задания, все предварительные задания, вам не требуется никаких специфических знаний в области рекламы. Мы составляли тесты так, что тесты подразумевают. Один из тестов — это знание английского языка. Другой тест — это проверка аналитических способностей. То есть умение, ваше умение считать и читать, анализировать информацию. То есть никаких специфических знаний не требуется. Требуется внимание, усердие и желание попасть к нам. Ну и давайте какой-нибудь завершающий вопрос. Почему вы самый крутой трек? Или нет, это не так? Я убеждена, что это так. Да простят меня коллеги. Хотя, безусловно, все остальные треки точно так же прекрасны. Почему наш трек особенно хорош? Мы предлагаем, мы очень хорошо знаем, что востребовано в диджитал маркетинге, какие специальности являются наиболее дефицитными. Именно поэтому мы фокусируем свои усилия для того, чтобы воспитывать и готовить специалистов по этим направлениям. И в этом смысле и профессия трафик-менеджера, и особенно профессия специализации по рекламной монетизации являются невероятнейшей востребованными. Именно поэтому мы предлагаем вам то, что сделает вас по-настоящему востребованным специалистом. То есть, друзья, поступайте, вас оторвут с руками, ногами везде на рынке. Ну, я надеюсь, что вы останетесь у нас. Спасибо большое, Яна. Спасибо. Ну, а мы, наверное, тогда пишите вопросы. Мы потом будем отвечать в любом случае онлайн, особенно в группе ВК и на Ютубе после трансляции. А мы продолжим знакомить вас с другими треками. Ну и, конечно, подавайте заявку. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Юра Болдов. Я руководитель команды подбора игрового направления в Mailer Group и MyGames. Сегодня я немного расскажу о том, что вас ждет на курсе по IT-рекрутменту и что с вами может происходить дальше во время работы в компании для тех, кто успешно завершит и присоединится к нам. Давайте, наверное, сначала немного про наши бизнесы и про то, как, в принципе, устроена компания и как в связи с этим устроен рекрутмент. Mail.ru — это достаточно большая корпорация, разделенная на множество совершенно разных бизнесов. Поэтому команд подбора у нас на самом деле тоже несколько. Есть одна, которая специализируется на в основном игровом направлении. Есть более крупная команда подбора, работающая со всеми остальными классическими IT-бизнес-юнитами Mail.ru. То есть это почта, портал, медиапроекты, системное администрирование, бэк-офис, финансы-юристы. Господи, у нас же все есть. И есть локальные команды, которые уже отвечают за подбор, например, в ВКонтакте Одноклассники, в Сети Мобил и в какие-то более автономные, более другие бизнес-юниты. Внутри команды все делится на несколько основных ролей, несколько ключевых специализаций людей. И вам, я думаю, важно понимать уже сейчас, как это все устроено и как вы впишетесь и встроитесь в эту структуру. Наверное, основной костяк команды — это, конечно же, рекрутеры, те люди, которые находят кандидатов, собеседуют их, приглашают к нам на работу, заинтересовывают, всячески определенным образом оценивают. Об этом расскажем уже в течение курса самого. И, разумеется, сопровождают заказчиков, сопровождают наш бизнес в плане работы над вакансиями, в плане поисков нужных специалистов. В дополнение к ним, ну, рекрутеры бывают на самом деле нескольких уровней. Есть там старшие, те, кто просто сильнее может закрывать более сложные позиции, может работать с большими объемами. Есть ведущие рекрутеры и руководители практик, которые уже возглавляют какие-то небольшие команды. Как правило, это все привязано к определенным специализациям и поисковым стримам, да, обозначенным бизнесом. То есть, к примеру, есть там отдельный стрим про веб-разработку, про программистов, которые, собственно, делают веб или мобильные продукты. Есть совершенно отдельная история поисков системных администраторов. Это одна из крупнейших наших функций. У нас много проектов, много серверов, их надо кому-то поддерживать. И внутри, к примеру, игрового направления есть довольно выраженная специализация на геймдизайнеров, не поверите, художников. То есть, да, Mail.ru, их достаточно большая потребность в художниках, потому что для игр это одни из ключевых сотрудников. Ну, в общем, и так далее по этой логике. Таким образом, ведущие рекрутеры и руководители практик, они возглавляют какие-то поисковые стримы и, соответственно, какие-то группы рекрутеров, которые ими занимаются. Совершенно забыл Янин, маркетинг, о котором была речь только что, это тоже достаточно важный и большой блок, которым мы занимаемся. Плюс к этому, у нас есть сорсеры. С одним из них даже сегодня познакомим прямо после меня. То, что здесь история примечательна, тем, что с Лизой, по сути, начинался сорсинг внутри команды подбора. И просто классная история, которой нам хотелось бы поделиться. И, собственно, вы будете приходить на роль стажера, из которого есть несколько вилок, несколько вариантов развития событий. Если задачи поиска сотрудников, работы с источниками, работы с определенными сообществами, кандидатов, сообществами профессионалов вам будет нравиться больше, то отличная ветка развития — это как раз-таки сорсинг. И это более глубокая работа с внешним рынком, с кандидатами, которые нам нужны, которые к нам будут приходить. Есть направление, уже упомянутое мной, рекрутмента, где к работе с кандидатами добавляется работа с бизнесом. И, в принципе, наверное, просто время тратится плюс-минус в равных долях. Может быть, с некоторым уклоном, собственно, работа больше внутри компаний, с заказчиками, с нанимающими менеджерами. Что важно понимать о работе в рекрутменте в Mail.ru? То есть, наверное, одна из ключевых вещей, которую стоит понимать, компания большая, команды совершенно разные, так как, ну, это уже довольно многие долгие годы развивается, у каждой есть какая-то определенная своя корпоративная культура, есть какие-то свои определенные ценностные установки. Поэтому каждому бизнесу, каждому нанимающему менеджеру нужно искать свой подход и, в общем и целом, плотно, индивидуально с ним работать. Это одна из важнейших наших особенностей в том, что мы действительно делаем рекрутмент, который как можно ближе к бизнесу, как можно плотнее с ним работает. И ты, на мой взгляд, это одна из самых классных, вообще прикольных вещей в плане подбора, потому что ты действительно можешь поработать с огромным количеством разных функций, совершенно разных умных людей. Это просто круто, интересно, это не надоедает и не становится скучно. Из роли ресерчера, по сути, у вас будет такая некоторая возможность разветвления событий и ухода в одну из двух этих специализаций. Второй момент, вторая важная особенность работы в Mail.ru, это то, что вообще портфель вакансий у нас действительно огромный. То есть мы переворачиваем достаточно большие объемы как по открытым позициям, так и по входящим или найденным нами кандидатам, поэтому вам точно стоит быть готовым к тому, что банальной работы будет достаточно много. И мы это любим, мы стараемся получать от этого, собственно, максимум удовольствия. На данный момент мы работаем примерно в режиме 15 вакансий на одного рекрутера. Периодически они складываются в поисковые стримы, периодически это какое-то дублирование несколько одинаковых специализаций внутри одного человека. Иногда это бывает совершенно разнообразный, широкий, разный портфель вакансий, на каждой из которых нужно находить время. Плюс к этому мы все равно получаем достаточно хорошие результаты от этого всего. То есть за 2019 год наш объем каких-то закрытий, суммарная команда, моя команда Ильи, это плюс-минус что-то порядка тысячи человек, тысячи кандидатов за год. Вот в целом пришли в компанию, до сих пор в ней работают. Наверное, это все ключевые цифры, ключевая информация, о которой я хотел поделиться. На курсе уже вы получите все необходимые базовые знания о том, что делает стажер, чем вам предстоит заниматься в ближайшие N месяцев. Зависит от того, сколько вы будете учиться, какие будут результаты стажировок, и когда сможете полноценно к нам присоединиться. И, наверное, сейчас я бы хотел позвать сюда Лизу и Алину, двух выпускников прошлогоднего Digital Camp, который как раз уже прошел, и они работают у нас в команде, чтобы просто они уже из первых рук поделились впечатлениями о том, как вообще дела в данный момент. Спасибо всем большое. Всем привет. Меня зовут Алина, и я выпускник, получается, Digital Camp. Я сейчас работаю в команде Юры, в команде игрового подбора. Я пришла в Digital Camp с полного, с вообще нулевой базой. И вот эта программа дала мне некую основу, которая мне потом помогла в дальнейшей работе. Например, это писать письма, это сорсинг. И сейчас это действительно помогает, потому что ты не чувствуешь себя нулем. И на данный момент, что мне особенно нравится, как сказал Юра, это огромный пул различных вакансий, и можно работать не только с разработчиками, но и с маркетингом. То есть ты можешь совмещать и такую работу, и такую. Это разные поиски, разный подход к кандидатам, к заказчикам. И поэтому, мне кажется, это самое крутое, что сейчас есть. Поэтому, да, приходите на курс и становитесь нашими сотрудниками в будущем. А сейчас я хотела бы передать слово Лизе. Всем привет. Я Лиза. Я сорсер, первый и, к счастью, уже не единственный. Я тоже прошла через Digital Camp, но пришла туда уже имея некоторый опыт в IT-рекрутменте. Поэтому мне все равно было интересно, и какую-то новую информацию я оттуда почерпнула. Я поняла, что курс выстроен оптимально сбалансированно в плане… у нас есть рекрутмент, и есть сфера IT, которая специфична. Но здесь вы получаете и знания про подбор, о том, как нужно общаться, какие есть этапы и так далее. И про то, что такое вообще IT, какие ребята бывают, кто такие разработчики, кто такие сисадмины, и прочие непонятные слова. Когда я после Digital Camp пришла в Mail.ru, я заняла такую интересную роль. У меня была задача начинать развивать сорсинг, потому что такого понятия сейчас практически нету нигде на рынке. Вот поэтому задача, которая стоит, она такая грандиозная. Я сейчас до сих пор решаю ее, пытаюсь каким-то образом что-то оптимизировать, начать общаться с ребятами, сорсить, собственно. И что классно, что задачи реально новые. Таких задач вы сейчас на рынке вряд ли найдете, потому что сорсинг в Mail.ru — это то, на что сейчас делается очень большой акцент. То есть это взаимодействие с холодными кандидатами, которые не заинтересованы вообще. И это общение на перспективу, это о том, как сделать так, чтобы человек, задумавшийся о смене работы, в первую очередь вспомнил про то, что ага, когда-то я общался с той разволосой девочкой из Mail.ru, и вот сейчас-ка я ей напишу. Вот. Поэтому задачи здесь классные. Попробовать можно реально много всего интересного. Рекрутмент там вообще. Как уже сказала Алина, огромное море разнообразных задач. Вот. В общем, welcome. Мы вас ждем. Собственно, все. Большое спасибо. А теперь давайте ответим несколько вопросов. Давай. Значит, первый вопрос. Какие этапы отбора в IT-рекрутмент? Именно, чтобы попасть к нам в команду? Да, именно в IT-рекрутмент. Здесь все достаточно… На трек. А, на трек, господи. Да, да, про обучение. Я могу и про собеседование не рассказать, если вы просто с рынка к нам. Слушай, ну, в данном случае вам нужно пройти весь отбор, придуманный, собственно, коллегами из образовательных проектов. Какой он? Это… Божечки, тут тебе просто правду лучше знать. Вы должны обязательно прикрепить резюме. Это очень важно. И мы дополнительно говорим о том, что для человека, который хочет попасть в HR, писать резюме, это важно. И вы должны его иметь. Пройти видеоинтервью и некоторые тестирования, которые сделают коллеги из HR. Да, да. Они уже будут чуть ближе к профессии. Собственно, и все. И после этого мы вам перезвоним. Но нет, у вас будет рассылка. Хорошо. Такой вопрос. Если я не учусь и высшего образования нет, я смогу пройти хотя бы первые три этапа для себя? Мне кажется, это в принципе не есть необходимость, правда. То есть если у вас есть какие-то конкретные договоренности о том, какие входной ценз на образовательные проекты, но для нас правда не принципиально и не важно, есть образование, нет, профильное, непрофильное. У нас в команде есть люди с техническим образованием, которые в какой-то момент подумали, что хочу я больше про людей, пойду лучше в HR. Прекрасно все получается. Да, в общем, пробуйте, старайтесь. Если студент точно за очное отделение первого курса магистратуры, это проходное требование? Наверное, странно оформленный вопрос. Вечернее. Ну, да, да, ну, неважно, вечернее или очное, заочное, вообще вообще не имеет значения, но мы очень-очень хотим, и было бы безумно круто, если бы вы, конечно, понимали, что такое HR, и у вас был хотя бы какой-то первичный опыт в общении с людьми, конкретно если вы там ищете, работали в подборе. Но и это будет определенный плюс. Мне кажется, это больше зависит от того, готов человек посвятить время, усилие, энергию свою обучению и работе впоследствии. Если ответы да, ну, пожалуйста, пожалуйста. Тогда да. В общем, видите, какой широкий спектр возможностей открывается для людей. Можно, все. Смогут ли работать в Майл.ру иностранные студенты при удачном прохождении курса? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Смотрите, с административной точки зрения, нам, наверное, проще всего оформить граждан таможенного союза, то есть то, что Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения. Здесь как бы никаких сложностей нет. Вы за редким исключением оформляетесь ровно так же, как граждане Российской Федерации. Если это какие-то другие государства, то с этим могут быть чисто административные барьеры, честно говоря, не на нашем уровне, а на уровне ФМС. Но это история, которую нужно очень индивидуально разбирать. У нас работают иностранные специалисты в компании в целом, поэтому каждый кейс, он тут прям точечный, единичный. Расскажите нам немножко подробнее. Какая страна? И от этого будет что обсуждать. Ну и самое главное, это, конечно, уровень русского языка, потому что вы же будете общаться с людьми. Поэтому если это как бы ваш там условно второй или первый почти родной язык, то тут вообще минимальное количество проблем. Можно ли поменять трек, если уже подал заявку? Да, то есть можно, я от себя говорю, можно подать заявку повторно, и у нас скоро выкатится новый формат. В общем, самое главное, это будет где-то 5 марта зайти и проверить, чтобы у вас не было подано лишних заявок. В этом ничего страшного нет. Главное, подайте на тот трек, на который вы хотите, а потом мы вас исключим. То есть все нормально будет, если вы сейчас не выбрали, не тот. Так, и скажи, секунду, секунду. Есть ли карьерный рост в компании после стажировки? Да, конечно же. Вообще, в принципе, у нас, то есть что важно понимать? Mail.ru – компания, которая, вот она в целом быстро растет. То есть это очень быстрый, динамичный, движущный бизнес. Поэтому HR-службе в целом, даже за пределами рекрутмента, ну просто вот необходимо успевать за этим ростом. Необходимо также двигаться и развиваться. Моя команда за последние два года масштабировалась в два раза, по-моему, плюс-минус. То есть нас действительно буквально было в два раза меньше, там, в 2018. Есть люди, я лично сменил три, по-моему, грейда. То есть я приходил рядовым рекрутером там еще пять лет назад, достаточно давно. Алине мы сейчас прописали карьерный путь, там, некоторый трек, собственно, до которого хотим дойти. Лиза с Ильей, я думаю, какие-то планы имеют. Просто так, как это соседний отдел, я не знаю их деталей. Но, в общем и целом, абсолютно точно да, это абсолютно те же самые условия, что и для всех остальных людей в команде. И все остальные люди в команде отлично растут, показывая хорошие результаты, большую вовлеченность и небезразличие, в общем-то, к работе. Большой плюс, если вы в рекрутменте, вы понимаете, куда расти, потому что вы видите разную картинку, максимально объемную, сверху. И вы можете посмотреть и понять, куда вообще дальше расти и развиваться. Это вот преимущество. Но мы очень хотим видеть людей, которые хотят работать с людьми, хотят работать в рекрутменте, сорсером или еще кем-то другим. Это очень важно для нас. И мы на этапе видеособеседования будем особенное внимание уделять и спрашивать, насколько вам действительно это нужно. Вопросы мотивации прям одни из самых ключевых для нас. Потому что мы хотим, чтобы это было по любви, надолго, желательно навсегда, вместе с нами и с нашим департаментом. Ну, конкретно, в данном случае, с департаментом от подбора. Итак, спасибо. Спасибо большое, Юра. Вы задавайте еще вопросы, мы обязательно ответим на них. А мы переходим, барабанно-добик, к следующему спикеру. Спасибо. Уступали вопросы, да, про стажировку и что делать стажеру в компании, как он может развиваться. Сейчас я вам все подробно расскажу. Но сначала хотела немножко рассказать о себе. Я тоже студентка Digital Camp 2019. Я закончила курс IT-рекрутмент. И, собственно, теперь я перед вами тоже работаю в Mail.ru и работаю именно в стажерских программах, в образовательном проекте. И сейчас я вам поподробнее расскажу, что же такое стажировка в Mail.ru. Сначала чуть-чуть про образовательные проекты. У нас есть два трека. Первый трек — это наши технопроекты. Здесь ребята учатся именно техническим специальностям. Самому крупному проекту уже 9 лет. А второй трек — это Digital Camp как раз направлен для ребят не технических специальностей. Наша команда сейчас за 2019 год к нам присоединилась больше 170 стажеров. И для нас это очень значимая цифра. И с каждым годом она становится все больше. И мы этому очень рады. Итак, что же такое стажерская программа в Mail.ru Group или почему мы называем ее не стажировка? Очень часто стажировка у нас может ассоциироваться с чем-то временным, с чем-то на лето, с чем-то проектом. У нас это не так. У нас это настоящая работа и настоящее погружение в проект. Вас ждут настоящие амбициозные задачи. Вам придется нести ответственность за тот результат, который вы показываете. Вам придется принимать решение. И вы не просто будете ответственны за проект, за какую-то часть, вы будете ответственны за результаты команды в целом, ну и, конечно, за результаты Mail.ru. Мы не проводим набор на стажировку в какой-то определенный период. И самое главное, у нас нет ограничений по длительности стажировки. Мы не берем ребят там только на лето или только на полгода. У нас стажер — это полноценный сотрудник, с которым мы стараемся построить долгосрочные отношения. То есть вы можете оставаться стажером до тех пор, пока вам нужен гибкий график работы, пока вы хотите совмещать учебу и работу, и вам нужен вот этот вот более спокойный темп, менее загруженная неделя. То есть все это время вы можете спокойно быть стажером. И уже после того, когда вы закончите университет и примете решение, что вы хотите и дальше развиваться, мы готовы говорить о вашем дальнейшем карьерном росте и продвижении. Как я сказала, стажер — это полноценный сотрудник. Мы вам предлагаем оформление в штат. Что такое оформление в штат? Это иметь все те же преимущества, которые имеют сотрудники Mail.ru. Можно бесконечно долго говорить, какие плюшки и фишки есть у нас. Я думаю, те ребята, которые зачислятся на один из наших треков и придут к нам в офис, смогут самостоятельно убедиться, как здесь классно и приятно работать. И, соответственно, будущие стажеры тоже смогут всеми этими преимуществами пользоваться. Как я говорила, самое главное для ребят, которые совмещают учебу, это иметь гибкий график, и мы с удовольствием предоставляем нашим ребятам такую возможность, потому что понимаем, что учеба в университете — это тоже очень важно. Вы только учитесь, но те ребята, которые уже готовы начинать погружаться в профессиональную среду и в профессиональную деятельность, мы предоставляем вам такую возможность и даем гибкий график, работу о 20 часов, неполную рабочую неделю, то есть этот вопрос обсуждаем и гибок. Ну и, конечно, профессионально расти в Mail.ru — это то, ради чего вообще эта стажерская программа создается, потому что мы хотим видеть вас не на время, а навсегда, но тут, конечно, все будет зависеть только от вас, от тех результатов, которые вы показываете уже на реальной работе. Немножко про прошлый год. В прошлом году с курса Digital Camp к нам присоединилось 14 стажеров. Все ребята работают, конечно, по тем направлениям, которые они закончили, и в этом году у нас будут вакансии именно по тем направлениям, которые сейчас были анонсированы, но если вдруг у нас будут какие-то смежные вакансии или похожий профиль, то мы с удовольствием вам предложим рассмотреть эти вакансии, то есть у нас нет каких-то ограничений по зачислению, по трудоустройству на какой-то другой похожий профиль, если у вас есть опыт, знания, возможности, главное желание развиваться в какой-то конкретной деятельности. И еще один важный слайд, такая небольшая фишечка для вас, какими софт-скилами должны обладать наши потенциальные кандидаты и наши потенциальные стажеры. Хочу сразу сказать, будет тяжело. Нужно быть готовым к трудной работе, и все те фразы, которые перечислены на слайде, это не простые красивые слова, а здесь реально нужно понимать, что этими качествами надо обладать, и ими реально нужно жить. В Mail.ru очень важен результат. Мы все работаем именно на результат, не на процесс, а на результат. И от наших стажеров мы ждем такого же отношения к делу. Надо уметь работать в команде. Все продукты, проекты, которые создаются, они не создаются единолично или одним человеком. Это результат многих больших команд, и мы ждем то, что вы умеете работать в команде и знаете, как это делать. Постоянно учиться новому тоже важно, и тут важно уметь это делать. Вы не должны бояться работать с большим объемом информации. Вы должны быть готовы к трудной монотонной иногда работе. Мы не забываем то, что стажер все-таки это стартовая позиция, и на стартовой позиции очень важно как раз работать в таком вот быстром и меняющемся темпе. Гибкость, адаптивность — это, наверное, отражение среды, в которой мы работаем. Грамотно планировать свое время — это о том, что так как вы еще учитесь, нужно правильно уметь расставлять приоритеты и грамотно планировать свое время, чтобы успевать и учиться, и работать. Ну и, конечно, разбираться в IT-технологиях. Как сказала уже моя коллега Арина, надо любить IT. Этот пункт со звездочкой. Может быть, мы не ждем от вас таких знаний, как и от разработчиков, но интерес, желание разобраться, понять, как устроено все внутри в IT-компании — это крайне важно. Все. У меня на этом все. Я с удовольствием сейчас отвечу на все ваши вопросы в рамках стажерской программы. Отлично. Спасибо, Арина. Давайте сейчас посмотрим. Итак, что пишут? Пишут. Учусь в Москве, но до 10 марта за рубежом. Это не помещает пройти этапы отбора? Нет, не помешает. Это я отвечаю. Ничего страшного, в основном онлайн этап отбора. И только если вы за рубежом отдыхаете, наслаждаетесь, придется проходить этапы и работать тоже. Но не помешает, не переживайте. Итак, если в Поволжье смогу удаленно пройти тестирование, и если устроить, то смогу приехать в столицу обучаться? Да, сможете, потому что, ну, если вы сами заплатите за проживание, будете только здесь, не знаю, снимать что-нибудь, или к друзьям, к родственникам, будете ходить обучаться. Почему нет? В принципе, такое тоже возможно. Ну, к сожалению, там оплачивать проживание, переезд мы не можем, но если вы человек-пассионарий, то почему нет? Конечно, да. Тебе вопрос. Какие зарплаты в Mail.ru? У нас, да, есть определенная зарплатная вилка, которая предоставляется стажерам. То есть у нас для стажеров есть определенная граница. Конечно, раскрывать я вам ее сейчас не буду. Пусть это останется маленьким секретом. Для тех, кто успешно закончит наш курс, и с теми, с кем я лично, наверное, надеюсь, встречусь на собеседовании, я с удовольствием обсужу все цифры. В чем отличие от обычной работы? Ну, ты, наверное, отвечала, но на всякий случай. Да, повторюсь, да, отличие, наверное, от работы только в том, что мы предоставляем стажерам гибкий график. То есть если вы еще учитесь, и вы не готовы выходить к нам на 40 часов, пожалуйста, это прям отличный шанс для вас. Просто вы будете работать по сокращенной неделе, да, не 40 часов, а 20, 30. И, собственно, разница только в этом. Да, то есть все плюшки, которые у нас есть, все истории про то, что вы в штате, про то, что у вас такое же полноценное право быть на корпоративах условно, все это будет. Тут вопрос по поводу к предыдущему спикеру, видимо, технический, наверное, для меня. Куда прикреплять люди мы и где? На этапе заявки подобного поля нет. Все верно, не переживайте вам, в день тестирования 7-го числа проверяйте просто 6-го, прошу прощения, 6-го марта, проверяйте активно почту, придет ссылка, по которой нужно будет зайти, и там все будет написано подробно, куда прикрепить, что заполнить, есть что, пишите сразу на саппорт почту. Не переживайте, мы помним об этом. Так, и еще, наверное, вопрос какой-нибудь. Много ли у вас студентов из гуманитарных факультетов? Да, много. Ну, вот смотрите, как я уже сказала, что к нам с прошлого набора по Digital Camp пришло 14 студентов, но на самом деле у нас появляются другие вакансии, которые, может быть, не совсем отвечают профилю того курса, который был запущен в прошлом году, поэтому у нас есть возможность брать ребят с другого профиля, наоборот, гуманитарного, так что и гуманитарных специальностей, и стажеров у нас тоже довольно много. Так что все впереди. Собственно, Digital Camp, он создан для того, чтобы ребята не технических специальностей также пробовали себя. Ты рассказала про свой трек? Да, я вначале сказала. Дело в том, что Арина училась в Бауманке, и тем не менее училась на гуманитарном факультете. Ну, извините, около гуманитарном. Кто меня слушает? ИБМ. Поэтому все возможно, ничего вообще нет запредельного, и в том числе и тот факт, что вы учитесь где угодно вообще. Главное — любовь к IT. Хорошо, ну, наверное, все. Пишите еще комментарии, мы попробуем. Какие знания по IT необходимо вспомнить перед отбором? Ну, на самом деле, я сейчас, наверное, даже буду основываться на своем опыте, когда я тоже поступала на трек. И я помню, что я начала уже в тот момент немножко изучать. Я поступала на трек IT-рекрутмент, и я, безусловно, уже начала тогда искать информацию, кто такой IT-рекрутер, чем он занимает, чем он отличается. Каких-то, может быть, глубинных знаний в IT у меня не было, хотя я знаю целых уже три языка программирования. Но, тем не менее, что-то глубокого, наверное, не нужно, каких-то даже терминов не нужно, но что-то почитать, поинтересоваться какие-то различия, особенности, почитать хаббер, узнать, что такое хаббер. Это будет большим плюсом, наверное, просто по жизни. Да, в принципе, в любом случае нужно почитать, куда вы идете, и, может быть, даже про то, какие бывают задачи у этих людей. Спасибо большое, Арина. Спасибо. А мы пишите вопросы, пишите как можно больше, мы хотим отвечать еще, еще, еще. Подавайте заявку 6 марта в 10 утра, все закроется, ничего не успеете, будете жалеть, плакать. А мы приглашаем сейчас следующих спикеров, и надеюсь, что вам очень понравится, потому что это нестандартная история. Друзья, всем привет. Очень рада, что вы нас смотрите. Я расскажу про спецпроект и нестандартную рекламу. Я буду выступать в паре с моей коллегой, меня зовут Юлия Линденбаум, мою коллегу зовут Ольга Фролова. Мы работаем в отделе нестандартной рекламы Mail.ru в отделе спецпроектов. Небольшая предыстория личная. Я пришла в Mail.ru тоже после стажировки. Пришла я сюда 6 лет назад. На стажировку я попала, учаясь на втором курсе университета, и вот уже 6 счастливых лет работаю в этом отделе и, в общем, довольна и счастлива жизнью. Поэтому надеюсь, что моя история вас вдохновит, и надеюсь, что мы с вами встретимся уже на нашем курсе. Итак, что такое спецпроект и что такое нестандартная реклама? Наш отдел входит в структуру коммерческого департамента Mail.ru. Мы занимаемся рекламными проектами, которые нестандартные, которые являются каким-то новым решением под брифы клиента. То есть мы получаем от клиентов запрос на какой-то проект, на какую-то задачу. Дальше мы сами придумываем, разрабатываем решения. Всегда это какая-то уникальная история, то есть это никогда нестандартный, это всегда, вернее, какой-то нестандартный формат. И, соответственно, дальше, как агентство полного цикла, внутри холдинга, занимаемся реализацией и разработкой этих проектов. Но мы не только разрабатываем, мы еще и консультируем наших клиентов, еще мы придумываем идеи, мы всегда следим за трендами, всегда быстро адаптируемся к рынку, потому что если не адаптироваться, то, в общем-то, можно умереть и ни к чему дальше не идти. На этом слайде представлено, чем же мы занимаемся. Я не буду подробно рассказывать про каждый пункт, пожалуйста, прочитайте их самостоятельно, но в целом мы получаем брифы от клиентов, дальше мы их обрабатываем. То есть мы придумываем какие-то креативные, нестандартные идеи для реализации этих проектов. Мы всегда исследуем рынок, следуем трендам, то, о чем я уже сказала, нам очень важно быть в повестке, в информационной и понимать, что сейчас происходит. Мы очень много коммуницируем внутри, с разными подразделениями, внутри МЛА, и также у нас есть огромная команда, про которую дальше Оля расскажет, и дизайнеры, и разработчики, и менеджер спецпроектов, он всегда коммуницирует с огромным количеством людей для того, чтобы проект шел, запустился, классно отработал, и все были счастливы и довольны. Ну и, конечно же, мы анализируем каждое размещение, то есть если вы любите аналитику, если вы любите покопаться в цифрах, то вам тоже будет интересно. Ну и, конечно же, мы не просто делаем проект и забываем про него, мы дальше консультируем наших клиентов о том, что делать дальше, а как можно было бы сделать лучше, как эффективнее дальше им использовать какой-то инструмент, или как эффективнее им проводить коммуникацию. Такой элемент консалтинга, он у нас, конечно же, присутствует. Пафосный слайд, но это правда, мы — это весь рунет. В рамках холдинга Mail.ru есть огромное количество площадок, и на всех этих площадках мы делаем нестандартные размещения, какие-то специальные проекты. Наша ключевая особенность и такое огромное конкурентное преимущество в том, что у нас есть соцсети, у нас есть ВКонтакте, одноклассники, на которых мы делаем огромные масштабные, охватные вирусные проекты, и, в общем-то, это такой наш очень-очень большой плюс по сравнению с остальными нашими ближайшими конкурентами. Ну и, конечно же, все площадки, как медиапроекты, наши сервисы, CityMobile, Delivery Club, там мы тоже прорабатываем, придумываем какие-то классные решения, которые обрабатывают задачи клиентов. Вы влюбитесь в спецпроекты «Если». Такой вдохновляющий слайд с сердечками, и я вас призываю его внимательно прочитать. Смотрите, мы ищем людей, которые реально хотят работать и которым работа будет доставлять удовольствие. Нам очень важно, чтобы человек умел сам принимать решения, чтобы он не боялся ответственности, потому что чем больше сила, тем больше ответственность, и у нас каждый менеджер, каждый член команды, он достаточно большую роль играет, и нам очень важно, чтобы вы не боялись принимать какие-то решения, не боялись задавать вопросы, спрашивать, находить ответы и так далее. Очень важно, чтобы вы самостоятельно могли чему-то обучаться и не бояться сделать какую-то ошибку, чтобы потом там ее исправить. Мы окей с факапами, мы понимаем, что люди могут совершать ошибки, это нормально, но главное, чтобы этих ошибок было минимумом, чтобы вы могли дальше проанализировать, что сделать, чтобы такого не повторилось. Важный момент — это то, что наша работа связана с клиентами, связана с проектами, и у нас часто бывает внеурочная какая-то работа, например, запуске проектов на праздниках, потому что это ситуационный проект, или какое-нибудь тестирование вечером, в вечернее время после окончания рабочего дня, к этому тоже нужно относиться спокойно, это наша жизнь. Ну, опять же, про анализ, про какую-то аналитику, я уже тоже сказала, это тоже очень важно любить и понимать. Ну и, конечно же, какие-то внутренние качества, такие как чувство юмора, самоирония. Это все нам очень близко, и мы бы хотели, чтобы человек, который к нам пришел, он разделял наши ценности и был таким классным весельчаком, который любит свое дело и который профессионально подходит к работе, потому что стажировка в нашем отделе, она предполагает под собой действительно выполнение обязанностей настоящего менеджера. И человек, который будет работать у нас, он будет лицом холдинга, лицом нашего отдела перед клиентами и агентствами, поэтому здесь, конечно же, ответственность очень важна. Про наших партнеров, наших клиентов. Мы работаем с крупнейшими российскими и международными клиентами. Многие из них входят в топ клиентов по рекламным затратам. И мы выстраиваем с клиентами такие доверительные отношения, чтобы мы не просто сделали один проект и они дальше ушли на другие площадки, но мы продумываем, как дальше развивать их продукты. Они дают нам какой-то свой фидбэк, развивают нас. В общем, это такая всегда очень хорошая позитивная синергия, в которой и мы, и они получаем достаточно большие плюсы. И я приглашаю продолжить свою коллегу Ольгу. Она расскажет про нашу команду. Всем большой привет. Очень рада к вам присоединиться. И хочу вам рассказать о некоторых больших и очень важных вещах, которые также есть в нашей работе. Первая из них — это, конечно же, наша команда. Как Юля сказала, мы, по сути, это рекламное агентство внутри холдинга, которое осуществляет полный цикл реализации проектов. Соответственно, у нас есть группы сотрудников по всем направлениям. Это и проект-менеджеры, и дизайнеры, и разработка. И с недавнего момента, буквально в последний год, рынок развивается, растет, мы тоже растем. И наша команда усилилась классными ребятами, такими как стратегами, которые помогают нам выработать крутые решения и пути достижения целей клиентов, и продуктологи. В нашей команде есть важное отличие. У нас внутри очень большая синергия, ее уровень. Так как ребята очень увлеченные, очень горящие своей работой, мы постоянно делимся друг с другом новым опытом. Дизайнеры рассказывают про тренды рынка и то, что, собственно, происходит в дизайне. Разработка рассказывает нам про новые технологичные решения, которые мы в дальнейшем используем в наших проектах. И тем самым мы помогаем друг другу учиться, узнавать каждый день что-то новое. И это нам очень сильно помогает в том, чтобы делать все более крутые и классные проекты. Также хочу сказать, как Юля уже тоже отмечала, в нашей команде не только классные профессионалы, но и также ребята, которые приходили работать без должного уровня. И стажеры, и просто студенты. И многие из нас прошли этот путь. Поэтому не бойтесь, будет очень здорово, если наша команда пополнится новичками. Соответственно, что по итогу вы получите от нашего курса? Опять же, мы проходим путь от придумывания идеи до финальной реализации проекта. Поэтому все темы нашего курса так или иначе завязаны на то, чтобы научить вас всем тем тонкостям и секретикам, которые все эти сферы охватывают. Кроме того, каждой лекции, каждому заданию у нас будет своя домашняя работа, в которой вы также сможете себя проявить, подкрепить свои знания и с нами посоветоваться. Потому что каждую домашнюю работу мы будем проверять индивидуально и давать вам советы на будущее, как сделать лучше, как немножко скорректировать, или наоборот, похвалим за то, что вы гипермолодцы. И в самом конце нашего курса у нас будет большой воркшоп, на котором мы дадим вам задание, с которым сталкиваемся каждый день внутри своей команды. То есть это будет по-настоящему вовлечение в нашу работу, погружение полностью в то, чем вы, возможно, в будущем будете заниматься. Что мы ожидаем от тех ребят, которые придут к нам на курс? Конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы ребята по максимуму обладали теми навыками, которые вы сейчас видите на слайде. Ничего страшного, если каких-то из этих навыков у вас нет, потому что мы так или иначе будем вас этому обучать и поможем потянуть, если где-то чего-то не хватает. Конечно же, мы ожидаем, что, возможно, немногие из вас сталкивались с такими вещами, как деловая переписка или, например, генерация идеи в команде. Поэтому у нас обязательно будут занятия, где мы будем это проговаривать и продвигать, повышать свои скиллы конкретно на эти темы. Сложности, конечно, в нашей работе тоже есть, несмотря на то, что это очень творческая работа, очень креативная. Мы всегда делаем это в команде. И, по сути, сейчас это будет резюме тех вещей, которые Юля вам уже озвучивала. Этих сложностей несколько. Во-первых, мы ожидаем то, что ребята, которые придут к нам работать в дальнейшем, должны быть очень самостоятельными, несмотря на то, что у каждого нового человека, который приходит к нам в команду, есть ментор, который ему помогает. Темп работы настолько высокий, настолько все быстро нужно делать, что, по сути, на многие вопросы ответы придется искать либо самому, либо пробовать достучаться до своих коллег как можно чаще, как можно дольше, чтобы добиться нужного вам ответа. Второе — это ненормированность иногда рабочего дня. То есть, конечно же, мы все нормальные люди, и нам хочется работать в оговоренное время, но, тем не менее, есть некоторые ситуации, когда время нашей работы не позволяет сделать все за дневное время. Например, это могут быть специальные запуски проектов в праздники, или это может быть какая-то суперсрочная работа, которую придется делать допоздна, и к этому тоже нужно быть готовым. Как и к тому, что, несмотря на то, что у нас очень много творческих задач, у нас также есть и рутина. Она есть в каждой работе, и нужно быть готовым к тому, что здесь с этим тоже придется столкнуться. Под рутина я имею в виду различную документацию. Сейчас не только про договоры с клиентами речь, а в целом про то, что нужно будет много прописывать и ТЗ, и функциональных задач, и то, как дизайнер должен нарисовать ваш лендинг, например. И последнее. Мы бы хотели немножко вдохновить вас этим слайдом, потому что если бы в целом нас просили одним предложением описать то, что такое отдел спецпроектов и что такое наша работа, это была бы конкретно эта фраза. Потому что, на наш взгляд, если вы хотите найти себе нечто большее, чем просто работу, то отдел спецпроектов — это определенно то место, где вы можете это сделать. Потому что здесь ряд задач настолько широкий, что всегда можно найти себе дело по душе и развиваться по большей части конкретно в нем. А ребята рядом помогут вам это сделать, потому что нам очень интересно учиться друг у друга и добиваться все новых высот, и быть все лучше и больше, и дальше, и сильнее. Большое спасибо. Спасибо большое. А теперь давайте ответим на несколько вопросов. Тут набежал в общий чат наш, вернее, в две наши трансляции. Итак, первый вопрос. Нужен ли английский на нестандартную рекламу? Нужен. Не часто с этим сталкиваемся, потому что все-таки работаем в Рунете, и большая коммуникация у нас происходит все-таки на русском языке, но, тем не менее, очень много наших клиентов это компании иностранные, и нам иногда приходится коммуницировать с глобальным управлением, с зарубежными коллегами, поэтому, конечно же, навыки деловой переписки на английском языке и разговор на английский, если это какие-то презентации, это, конечно же, очень приветствуется. Во сколько будут начинаться занятия? Насколько я знаю… Давайте я просто отвечу, потому что по всем трекам я знаю, все занятия обычно начинаются в 19.00, за исключением трека по диджитал-маркетингу, он начинается где-то в 18.15, то есть он чуть раньше. Обычно все начинаются в 7, чтобы у ребят было время доехать спокойно, тут усесться, налить чай, расслабиться, собраться силами и приступить к граниту науки. Еще один вопрос по поводу тестирования. Как можно подготовиться к кейсу? К самому тестированию, которое будет… Да, у вас несколько этапов в тестировании, и вот там конкретно про кейсовый этап, он, видимо, больше всего вызывает вопросов. Да, смотрите, у нас будет три этапа тестирования. Первый – это тест с базовыми знаниями по маркетингу, с базовой логикой и умением решать какие-то простые задачи. Он непростой. Он непростой, но если у вас есть базовый уровень в маркетинге, то вы сможете с ним справиться спокойно. Второй этап – это больше логические задачи, ситуативные кейсы. И третий этап тестирования, насколько я помню… Да, видео. Это видео. Да, простите. Я забыла, это будет видео кейс, но о нем вы узнаете чуть попозже. Это креативное задание, мы сразу вам говорим, и там нужно будет много-много чего постараться и проявить свои знания, чувства прекрасного и знания… И свою индивидуальность. И индивидуальность. Просто как будто мы отбираем в какой-то реалити-шоу людей. Так, это почти так и есть. Сколько человек вообще планируется брать на трек итогово? Ну, и давайте я так быстро скажу. Извини. Примерно плюс-минус мы смотрим везде где-то до 50 человек. На какие-то треки, например, на трек по UX, по UX-исследованию, у нас будет меньше людей, это где-то 35, потому что там нужно очень-очень сильно прорабатывать с каждым человеком. А так в целом где-то 45, наверное, 50 — это прямо самый максимум. За исключением диджитал-маркетинга, там мы, наверное, берем чуть больше людей. Возможно, будет там около 60 или чуть-чуть побольше. Но плюс-минус, везде все очень индивидуально, и мы еще хотим подчеркнуть, что если вы прямо настолько классные, настолько золотые все 53 человека, то 53. Если нет, то меньше. Правда? Да, ну мы посмотрим по итогу, что будет, но чтобы вы не отчаивались и тоже немножко воодушевились, предыдущий выпускник диджитал-кэмпа, который завершил курс в прошлом году, в этом году уже будет для вас преподавать. Вот рост карьеры. Вы можете закончить и в следующем уже преподавать, и может быть даже стоять здесь, с нами вместе, транслировать что-то, как девчонки до этого. Как будет организовано видеособеседование? Я так поняла, что у вас это именно запись видео, верно? На других треках это тоже есть, есть в HR, в IT-рекрутменте и в диджитал-маркетинге, там будет это через приложение определенное, мы пришлем ссылку на это, ну, даже не приложение, это скорее портал, определенный, определенный софт, не нужно ничего скачивать, это будет все в вебе, и вы зарегистрируетесь через него, и у вас откроете доступ к видеокамере, на компьютере или на телефоне, и сможете записать видео там самостоятельно, то есть здесь ничего не нужно. А у девчонок это креатив, это такая особенная, очень крутая какая-то штука, и там нужно будет записать, может быть, монтировать, может быть, ставить музыку, может быть, нарисовать граффити, сделать гифку, в общем, все-все-все-все-все, поэтому это будет все ссылками грузиться. Правильно? Да. Все. Так, по поводу возрастного ценза для вашего курса тоже ребята спрашивают. Просто до этого наши коллеги из диджитал-маркетинга, из IT-рекрутмента, они достаточно открыто отвечали, что в принципе, если вы уже не студент, то ок. У нас, наверное, все-таки мы ждем студентов. Правильно? Старших курсов. Мы ждем студентов, да, старших курсов, и на самом деле все-таки приветствуется, если у вас есть маркетинговое или экономическое образование уже хотя бы на уровне бакалавриата. Да, то есть в идеале есть вы магистр, ну или прям совсем-совсем заканчиваете. Вот, вот-вот уже диплом пишете. Да? Все. Ну, как-то так. Как будет проходить тестирование 6 марта? Я отвечу, вам придет ссылка на вашу почту, обязательно проверяйте почту, спам, рассылки, все-все-все-все вообще, что есть. Если ссылка не переходит, срочно пишите в support track, который есть на нашем сайте. По ссылке в письме будет все подробно описано, какие шаги, что проходить, что делать, куда переходить, сколько действует ссылка, нажимать один раз. Вот все-все-все-все, это будет написано. Не переживайте, если что, лучше лишний раз написать нам и уточнить, потому что будет всего 2-4 часа действовать первый этап отбора. Все очень жестко у нас по срокам, кто не успел, тот опоздал. Да, тестирование будет только, первый этап будет только один день, следующий этап мы пишем вам, когда будут рассосланы результаты, на следующий этап тоже там 2-4 часа, опять пишем дедлайн, все-все будет в письмах, внимательно читайте, самое главное это внимательность. Правильно? Всегда и везде. Так, и вы реализуете именно рекламные проекты, будет ли курс полезен для освоения project management в IT в целом? Абсолютно точно да, потому что, опять же, мы не просто производим креатив, не просто его придумываем, не просто рисуем рекламные плакаты или баннеры, которые потом на улице висят. Мы вообще к этому отношения не имеем, я имею в виду к улице. У нас исключительно digital. И конкретно в digital мы делаем все проекты. Опять же, после того, как мы понимаем, что нам нужно сделать определенный проект, у нас образуется проектная команда. Это и менеджер проекта, это и дизайнер, который над этим проектом работает, и команда разработки, и еще куча важных людей, которые к нему имеют отношение. Например, клиентские менеджеры, которые с ними работают. Вы потом еще общаетесь с агентствами, с самим клиентом. И, несомненно, весь процесс реализации от самого начала, это общение с клиентом, и потом процесс реализации проекта внутри, с вашей проектной командой, и потом его запуск, и слежение за тем, чтобы этот проект шел корректно, и чтобы вы достигали тех KPI, которые сами поставили, несомненно, это будет полезно в любом проект менеджменте в дальнейшем, не только здесь. И, наверное, последний вопрос. Это по поводу, на самом деле, по поводу треков. Можно ли пройти отбор на два трека, а затем выбрать один, если все будет успешно? И такой же похожий вопрос. На какой трек легче всего пройти? Можно ли на все треки подаваться? Нет, нельзя. Не бывает легких треков. У нас все очень тяжело, очень сложно. Как еще рассказали, что мы выбираем дело по душе. Это все только про любовь, про любовь к IT. Везде податься очень тяжело, поступить на трек тяжело. Нельзя выбрать все треки, а потом смотреть, куда повезет. Потому что после прохождения первого этапа мы обязательно напишем вам и попросим выбрать определенный. В случае, если вы не выберете, мы вас отчислим от всего, потому что вы делаете это осознанно. Вы выбираете что-то свое. Одно. Везде тяжело, везде по-разному тяжело, но вам нужно понимать, чем вы хотите связать жизнь. И, собственно, мы делаем как раз это видео, мы делаем эту трансляцию, для того, чтобы вы понимали, кто вам будет рассказывать все, кого вы будете слушать, кто будет давать вам домашние задания, с кого вы будете брать пример, чтобы вы поняли, с кем вы действительно хотите дальше иметь дело и у кого вы хотите учиться. Вот самое главное. Поэтому нет, так не бывает. И у нас везде сложно, очень интересно, и это того стоит. Наверное, если задание придет в 10 утра, а сдать можно в течение 24 часов. Касается домашнего задания? Нет, касается тестирования. Можно. А в чем сложность? Мы присылаем тест в 10 утра, и в течение 24 часов вы можете на него ответить. Все нормально. У вас есть целая пятница с ночью, даже до субботы. Так что все хорошо, не переживайте. Вы точно успеете. И задания, они ограничены по времени, поэтому у вас будут тикать часики. Вы выберете спокойное время, удобный стул, печеньки, чай, ноутбук с хорошим интернетом заряженный, и пройдете наши первые, ну и последующие тестирования. Так что не переживайте. Но спойлер, даже с учетом этого ограниченного времени ответить на этот тест правильно и по максимуму абсолютно точно можно. Для людей, которые работают на спецпроектах. Но дерзайте, все будет круто. Спасибо большое девчонке. А теперь, наверное, мы переходим к нашему финальному треку, и расскажем чуть подробно про UX-оследования. Всем привет. Меня зовут Наталья Спрогес. Я директор депантратамента UX-оследований в Mail.ru. И я вам сейчас презентую курс собственно про UX-оследования. Немножко, чтобы вы как-то познакомились со мной. Я занимаюсь UX-оследованиями 13 лет. Мало кто на рынке делает это так долго. В 2007 году у нас были единицы. И лаборатория в Mail.ru. Это третья лаборатория, занимающаяся UX-оследованиями, которой я руковожу. До этого я работала в Мегафоне и в Озоне и строила там соответствующие отделы. Так вот, что такое UX-оследование? Потому что наверняка не все из вас вообще знают, что это, зачем это и чем занимаются UX-оследователи. Мы помогаем всем продуктам Mail.ru становиться классными и удобными для наших пользователей. То есть, естественно, мы делаем продукты для миллионов людей и невозможно сделать классный продукт, не проверив свои решения на реальных клиентах, не изучив, что им вообще нужно, какие у них есть потребности, какие у них есть ожидания или барьеры. И именно этим мы и занимаемся. Одна из основных зон нашей ответственности, что чтобы у продуктов в Mail.ru были хорошие интерфейсы. Что такое хороший интерфейс? Это когда вы можете выполнить в нем любую задачу, не задумываясь и совершенно интуитивно. Здесь на картинке пример не очень хорошего интерфейса терминала покупки билетов, когда для того, чтобы люди в нем разбирались, кому-то, видимо, в торговом центре пришлось наклеить на него много наклеечек, чтобы люди не пихали монетки не туда, куда монетки принимаются, чтобы люди поняли, что такое грейбокс, куда им нужно нажимать и в каком порядке. Мы помогаем сделать так, чтобы таких проблем у пользователей продуктов Mail.ru не возникало. С какими задачами в команду UX-лаборатории Mail.ru могут прийти продукты? На самом деле задач этих очень много. Одна из типичных задач это мы сделали какую-то новую функцию или у нас планируется большой редизайн, а нам нужно проверить вообще, насколько люди смогут этим пользоваться, правда ли все наши идеи такие гениальные, как мы думали. И, что очень здорово, мы часто работаем с продуктами еще до их запуска или с какими-то прототипами дизайн-решений и вместе с командами итеративно помогаем им стать лучше. Но это не единственный вопрос, к нам приходит за всем, что связано с пониманием пользователей. Например, люди бросают пользоваться нашим продуктом через сколько-то дней или из нашей игры утекают пользователи, помогите разобраться, что не так. Возможно, что-то блокирует работу людей, где-то они теряют интерес. И мы помогаем ответить на эти вопросы, изучая пользователей. Также мы изучаем потребности на тему того, выстрелит, не выстрелит, какая-то новая идея, в ту лицелевую аудиторию эта идея бьет. Все это тоже про нас. Как мы это делаем? Ну, начнем с того, что чем UX-исследования, наверное, сильно отличаются от маркетинговых исследований. Мы очень много уделяем внимания не только тому, что люди говорят. Мы не просто спрашиваем, ну, как вам нравится, удобно в нашем продукте. Нет, мы много времени и сил тратим наблюдению за поведением людей. То есть, на самом деле, как это происходит, один из методов UX-исследования, это когда мы зовем реверального человека, даем ему, не знаю, проект почты mail.ru, просим воспользоваться каким-то функционалом, даем задания, похожие на реальную жизнь и подглядываем за тем, как он это делает, возникают ли у него какие-то сложности, понимает ли он в каждый момент, куда ему двигаться и что ему делать. естественно, мы изучаем не только поведение, мы с людьми тоже разговариваем, это один из важных методов, как в market research, так и в UX-исследованиях, но мы все знаем, что часто то, что мы думаем и чувствуем, то, что мы делаем и то, что мы говорим, бывают немножечко разные вещи, поэтому мы обращаем внимание на все три аспекта. Я помню чудесный пример из исследования одной из моих коллег, когда долго проводя интервью с человеком, она общалась о покупке продуктов и человек долго рассказывал, как правильно он питается, как он много внимания уделяет тому, какие здоровые продукты он покупает, и в какой-то момент интервью раздался звонок, человеку позвонил ребенок, спросил, что купить в магазине на вечер, и женщина совершенно спокойно сказала, да доширак купи. И вот тут мы видим различие между тем, что человек проецирует и говорит о себе и тем, что человек на самом деле делает. Поэтому мы стараемся смотреть на всю картинку в целом. Если говорить про основные зоны, которые в UX-исследованиях важны и интересны, то, наверное, можно выделить две части. Первая часть — это насколько продукт useful, то есть полезный. Закрывает ли он какую-то потребность? Нужен ли он пользователям? Войдет ли он в контекст его использования? И здесь целый спектр методов изучения, которые называются product discovery. И вторая зона — это насколько продукт usable, то есть насколько он удобный, можно ли им пользоваться, не вызывает ли он у вас кровь из глаз, когда вы пытаетесь найти следующий шаг при регистрации или про оформлении заказа. и тут блок методов, связанных с тестированием и аудитом продуктов. На самом деле поле методов, в котором мы выкапываем информацию из наших пользователей, очень большое. На этой картинке вы видите список методов, которые в UX-исследованиях используются. Картинка 2014 года. Не факт даже, что не появилось чего-то нового с тех пор. методов очень много, начиная от глубинных интервью и юзабилити-тестов. Я бы сказала, что это, наверное, самые типично используемые нами методы, но они не единственные, и я очень рада, что мы работаем в компании, которая не ограничивается только этими методами. Мы всегда выбираем метод, который максимально подходит к задачам нашего продукта. Еще из особенностей нашей UX-лаборатории, почему UX-исследованием хорошо учится у нас, то, что в Mail.ru есть три юзабилити-лаборатории как помещения, то есть это специально оборудованные комнаты, комнаты для исследований, куда мы зовем наших респондентов и даем там им воспользоваться нашими продуктами, и комнаты для наблюдения, где вся команда продукта вовлекается, смотрит за тем, как проходит исследование, может ли пользователь выполнить задачу, что он говорит. У нас все лаборатории оборудованы оборудованы айтрекерами. Это достаточно классное современное оборудование, которое позволяет следить за тем, куда человек смотрит, как движется его взгляд, когда он изучает интерфейс. И всем этим можно пользоваться, если вы стали членом нашей команды. Мы даже применяем, особенно в тестировании игр, иногда мы применяем какие-то методы из психофизиологии, измеряем кожно-гальваническую реакцию или даже энцефалограмму пользователей. Немножечко про то, что мы будем рассказывать в рамках этого курса. Я считаю, что курс достаточно уникален, потому что UX-исследования в России учат очень мало. В основном учат на курсах уже для состоявшихся специалистов, платных. Очень немножечко я видела, чтобы в вузах был какой-то небольшой курс, посвященный UX-исследованиям. Поэтому преимущество нашего курса в том, что он действительно достаточно уникален и в том, что вы увидите тут подход от реально практикующих специалистов, которые работают в бизнесе. Помимо меня, вашими преподавателями будут сотрудники UX-лаборатории Mail.ru, причем будет про разные методы будут рассказывать разные сотрудники. Я считаю, что это очень здорово. Вы увидите разных людей, с разным профессиональным бэкграундом, с разным стилем, и от каждого из них сможете чему-то научиться. В курсе мы дадим вам обзор методов, которые мы применяем чаще всего. Наибольший фокус будет на интервью, этнографии и юзабилити-тестировании. По юзабилити-тестированию будет даже отдельная практика с воркшопом, где вы попробуете свои силы. По интервью также будут домашние задания, то есть вы не просто прослушаете какие-то теоретические лекции, вы будете пробовать это на себе, будете общаться с респондентами, будете делать какие-то выводы об интерфейсе. Но помимо вот этих двух базовых методов вы узнаете и про много других применяемых нами в работе методов. В частности, еще чем уникален наш курс, у вас будет лекция про плей-тесты, про тестирование видеоигр, чем в области UX-исследований. Вообще мало кто занимается в России, а у нас очень большая часть работы связана с изучением пользовательского поведения в играх. Это именно то, где мы иногда применяем психофизиологию. В конце курса будет большой итоговый воркшоп, где вы также почувствуете себя настоящим исследователем. Ну и помимо методов мы еще расскажем вам про важные базовые вещи в планировании исследования, в презентации и в увлечении команды, потому что чем хорош UX-исследователь, он не просто пишет какой-то отчет о том, что в продукте хорошо, что плохо. Он очень плотно встраивается в работу с продуктовой командой, он постоянно вовлекает продуктов, дизайнеров, разработчиков, аналитиков в участие и наблюдение за исследованием, и он на самом деле влияет на то, какими продуктами будут пользоваться миллионы людей. Поэтому про эту часть мы вам тоже расскажем. Из-за того, как будет проходить отбор, наверняка это будет интересно, поэтому немножечко про это расскажу, у нас будет предварительное онлайн-тестирование, которое вполне возможно выполнить, если вы немножечко читали про исследование, если вы немножечко читали про UX в целом. после этого первого тестирования мы отберем пул людей, которые прослушают вводную лекцию, вводную лекцию буду читать я и моя коллега, прослушав вводную лекцию по материалу, который вы услышите в ней, немножечко дополнительно наподумать, будет проверочная работа, она тоже будет в режиме онлайн, там помимо каких-то тестовых вопросов будут вопросы, в которых нужно будет предложить какое-то решение. Проверив все это, мы выберем тех людей, которые будут участвовать в итоговом треке. Что мне важно в тех людях, которые попадут на курс, мне важен искренний интерес к области UX и к области исследований, потому что эта штука, эта отрасль все еще молодая, особенно в России, на Западе не такая молодая, но в России достаточно молодая, и UX-исследователь постоянно развивается, очень много читает статей, очень много занимается саморазвитием, и всем этим хочется заниматься, только если ты горишь этой областью, горишь тем, чтобы и делать продукты лучше, и тем, чтобы изучать людей. Нужно не бояться людей, потому что вы должны будете взаимодействовать с незнакомыми людьми, задавать им вопросы, налаживать с ним контакт, чтобы они рассказали вам все свои искренние страхи, боли и ожидания. Нужно будет проводить с ними тестирование, давать им задачи и делать так, чтобы им не было некомфортно, когда у них что-то не получается, но при этом вы могли сделать значимые выводы для вашего продукта. То есть мне важен искренний интерес к этой области, мне важно, чтобы вы не боялись коммуницировать с другими людьми, прям проверьте себя на это, потому что это очень важная часть работы исследователя. Традиционно к нам очень много приходит психологов и социологов, потому что исследование это то, чему их учат, а UX это некая ветка исследовательской работы, приближенная к диджитал, как правило, но это не значит, что мы берем к себе только психологов и социологов, у нас в команде работают ребята с разным бэкграундом, в частности у меня, например, IT-бэкграунд, я аналитик информационных систем, а у нас есть девушка в команде с философским образованием. Все это не барьер, поэтому мы примем людей с разным опытом, просто традиционно психологи и социологи больше понимают, что такое исследование в целом, и им это больше интересно. На самом деле у меня все, спасибо вам, я готова ответить на вопросы. Я социолог, возьмите меня. Ты не студент, у нас есть ограничения, что мы берем студентов. Вам повезло, ребят, вот у вас еще есть возможность. Есть, да, место выполнительное. Скажите, пожалуйста, будет ли практика в юзабилити лаборатории? Будет практика и будет экскурсия в юзабилити лабораторию Mail.ru. Обязательно мы вам покажем, как это выглядит. Почему не будет практики в юзабилити лаборатории Mail.ru? Потому что у нас три лаборатории, то есть одновременно может три исследователя что-то проводить, а у вас на курсе будет человек 30. Поэтому с точки зрения оптимизации по времени практика у нас будет не в самой лаборатории, но вы посмотрите, что такое лаборатория, как она выглядит. Мы проведем экскурсию, покажем, как это работает. А какая будет практика? Практика будет реальное проведение исследований достаточно быстрого. Практика будет связанная с проведением интервью, с составлением гайда к интервью, то есть списка вопросов, с проведением интервью и анализом хотя бы парочки интервью, и вы нам пришлете, какие выводы вы сделали. И будет итоговый воркшоп, на котором вы попробуете себя от планирования постановки задачи до выдачи каких-то результатов. А будут какие-то продукты изучаться? Реальные именно тестироваться? Реальные продукты Майл.ру? Да, естественно. Мы не можем сделать вам абстрактную практику в вакууме, изучите что-нибудь. Конечно же, кейсы, которые будут у нас на практике, будут связаны с нашими продуктами. Это нам близко, интересно. И обязательно будет так. Ребята подпишут NDA, нет? Ну, надо будет, подпишут. Но, с другой стороны, мы не будем показывать ничего секретного. Я думаю, будет практика на реально запущенных существующих продуктах, а не на каких-то новинках. Вот, поступайте, и потом будете тестировать что-то супер-супер особенное. Да, вот NDA подпишут те, кто станут нашими стажерами, вольются в нашу команду. У нас очень позитивный опыт был с предыдущим треком. И, кстати, так же, как у предыдущего трека, у нас будут на курсе преподаватели, которые закончили предыдущий трек, были у нас стажерами, и сейчас потрясающе выросли в нашей команде. Сейчас уже абсолютно самостоятельные, зрелые исследователи, и очень многому могут научить. И очень тепло относятся к этой программе, и хотят тоже свой вклад внести. Насколько вообще популярны UX-исследования в России? Такой философский, практически вопрос. Я бы сказала, что это очень быстро развивающаяся отрасль, которая сейчас, ну, мне это кажется, что сейчас она супер популярна, потому что 13 лет назад я могла там пересчитать, ну, не совсем по пальцам, но прям реально очень мало, почти ни в каких компаниях не было собственных лабораторий. Сейчас в большинстве крупных компаний UX-исследованиями занимаются, открываются собственные лаборатории. И сейчас это как раз та отрасль, в которой очень большая нехватка специалистов. На мой взгляд, если ты состоялся как специалист, очень несложно найти работу, и очень много есть возможностей для развития. Вы, кстати, спрашивают, а английский язык нужен? Потому что, наверное, нужен, если мы читаем исследования какие-то, нет? Нет, смотрите, английский язык в нашей прям работе, конечно же, Mail.ru больше таргетируется на российскую аудиторию, хотя у нас бывают исследования, есть у нас продукты, которые вышли на международный рынок, и вот в частности сейчас у нас одно исследование, в котором мы проводим глубинное интервью с европейцами на английском и изучаем их опыт, потребности и так далее. И английский язык нужен еще для чтения профессиональной литературы, потому что все еще не все переведено, и про большинство статей мы узнаем из каких-то англоязычных источников. Поэтому английский желателен, он пригодится в работе уж точно. Я не могу сказать, что это критичный для нас критерий отбора, но, пожалуйста, учите английский, прям вам будет это точно полезно в любой, по-моему, области знаний. Но особенно в диджитал-индустрии, в IT, да, это очень важно. Ну, почему-то больше нет вопросов. И мне кажется, самый интересный, такой самый лакомый вообще трек, и все так мало вопросов. Друзья, ну, мы не будем задерживать Наталью, мы очень сильно вас ждем до 6 марта 10 утра. Подавайте заявки, выбирайте свою траекторию развития и становитесь частью нашей команды и нашими будущими коллегами. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что ребята придут на трек. Я уверена, что будет куча заявок, и я уверена, что они скоро будут сидеть здесь, в этой аудитории, и наслаждаться какими-то новыми, особенными секретами исследований. Ну, а мы с вами прощаемся. Спасибо вам, что были с нами. Если вы смотрите в записи, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, пишите комментарии, спрашивайте, ну и подавайте заявки, мы вас ждем, и найдите себя в IT, наконец. Спасибо. Спасибо. Вот он, офис Mail.ru. Кстати, привет, меня зовут Дмитрий Дмитриев. Недавно я узнал, что мой старший двоюродный брат, которого я не видел с детства, работает здесь. Я использовал искусство переуплощения, природное обаяние и даже был невидимкой. Но у меня так и не получилось попасть в здание. Моя последняя попытка устроиться на стажировку. Ну а я, как-никак, выпускник технопроекта, поэтому шансов на это у меня больше, чем у обычного студента. Но вот получится ли у меня таким образом найти брата, пока без понятия. Ладно, что-нибудь придумаю. Здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий Дмитриев, мне назначено собеседование. Пожалуйста, проходите, вы ждете на втором этаже. Спасибо. Масштабно. Дима. Да. Привет. Я Женя Евтеева, руководитель стажерской программы Mail.ru. Ну что, пойдем со мной? Пойдем. Итак, Дим, я вижу, что ты сейчас на третьем курсе учишься в университете и закончил наш образовательный проект. Все верно? Да, именно там я узнал о стажировке и планирую совмещать учебу с этой вашей подработкой. Ну нет, это не совсем подработка. Думаю, тебя многое удивит в нашей компании. И да, наши студенты все успешно совмещают работу и учебу в УЗИ. Теперь я начинаю волноваться. Прямо как на настоящую работу устраиваюсь. Кстати, а сколько все это продлится? Неделю? Месяц? Мы никак не ограничиваем наших стажеров по времени. После успешного отбора каждый студент попадает в основной штат компании, растет и развивается вместе с ней. Основной штат? Мои шансы найти брата повышаются. У вас тут все так серьезно? Может, вы еще и деньги за стажировку платите? Конечно, все стажеры получают за плату. Ничего себе. И сколько мне полагается? Ну, вообще, у нас есть фиксированный оклад для стажеров, и он начинается от такой суммы за 20 часов в неделю. Так. И что делать надо? Самое главное – успешно пройти техническое собеседование. И оно сейчас начнется. Здравствуйте. Ну что, начнем? Фух, я прошел техническое собеседование и принят в команду мобильной разработки. Так что с завтрашнего дня приступаю к поискам брата. Я уже чувствую, что он где-то рядом. Привет, Дим. Опять собеседование? Расслабься. Сегодня я провожу тебя на рабочее место и познакомлюсь с ментором. Ну что ж, Дим, это твое рабочее место. Присаживайся. Саша, познакомься. Это Дима, твой новый стажер. Привет. Привет. Желаю хорошего дня вам, ребят. Пока. Ну что, готов? Ну, вообще, я хотел вначале осмотреться, познакомиться со всеми сотрудниками и желательно с теми, кто старше меня на 8 лет. Успеешь, познакомим. Вот, подготовил кое-что для тебя. Держи раз, почитать вечером. Современный аналог кнута. А это, надеюсь, не пригодится. И совет первого дня. Следи за заосаненными тасками в джире. Тасками в джире? Да. Удачи в разгрызании полнокристаллической магматической породы. А, в смысле граниты? Именно так. У меня дедушка елок. У меня, кстати, тоже. Увидимся, поболтаем попозже. Окей. Да. И почему я решил, что это будет легко? В жизни не получалось только задач одновременно. Я даже не думал, что придется работать в таком темпе. Как они здесь все успевают? Какая готовность мобильных клиентов? Нужна поддержка GDPR. Э-э-э... Саша, слушай, мне тут в универе срочно надо и... Так иди. Серьезно, что ли? Да. Ты предупредил. Результат важнее процесса. Все четко. А как вернешься, мы обсудим твою любовь к аналоговым технологиям. Окей, я быстро. Алло. Да, уже бегу. Парни, у меня на элис-кандидате авторизация падает. Кто трогал последним? Я не трогал. Я не трогал. Вот ты где. Да, с переговорками в офисе беда. Я в детстве вот так же и стола, и одеяла дамки строил. Кстати, жвачку хочешь? В детстве. Брат. Спустя полгода я понял, что стажировка в Мэйлру Групп это не какая-нибудь подработка на лето, а полноценная работа в боевых условиях. За этот период я научился планировать свое время и все успевать. Успел потусить на корпоративе и нашел новых друзей в тренажерном зале. Получил крутой мерч. Тщательно готовился и достойно проявил себя на еженедельном спринте. Стал быстрее всех выбирать самый спелый манго. Прикрепил свою фигурку на логотипе Мэйлру Групп и уходил с работы после полуночи всего четыре раза. Знаете, я вырос как профессионал, стал полноценным сотрудником и частью большой компании. Привет, Дим. Привет. Возьмешь стажера? Да, окей, бро, конечно. Бро. Прикольное у вас общение с коллегами. В этой компании я нашел не только брата, но и целую семью единомышленников. Если ты себя отлично проявишь, то тоже станешь ее частью. Да, конечно, я готов. Только у меня один вопрос. Так сколько продлится эта ваша стажировка? Месяц? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!